У нас осталось важно, и, наверное, это и неплохо, потому что остались те, которые уже наиболее заинтересованы в проблеме аддиктологии. Мы заслушали сегодня очень много разных докладов, но специально мы подвели к одному. Механизмы в разных аддикциях оказываются очень схожи. И все они идут через эмоциональную составляющую, через скрытую тревожность, депрессивность. И вследствие этого хронического стресса ищутся способы, как выйти из хронического состояния стресса. Психоабетитивный синдром – это то, что, наверное, объединяет психику и соматику. И сегодня очень хорошие доклады были и об ожирении, как он возникает. Два слова я только скажу о том состоянии, о котором много говорят, может быть, много даже пишут, но очень трудно понять, потому что это биофизические процессы. Итак, есть кислород, который поступает в организм. И в нормальном состоянии 98% кислорода идет на образование пластических процессов. То есть образование новых веществ на энергии. 2% в норме уходит на свободные радикалы, и это тоже процесс, который очень важен в плане регуляции физиологических функций в организме. Но наступает ситуация, когда почему-то идет не 2%, а около 5, иногда 15 и больше процентов на образование свободных радикалов. Потому что или запущены какие-то внешние факторы, или вследствие того, что система ограничения работает очень плохо, в результате количество свободных радикалов значительно преобладает возможности антиоксидантной системы. И это состояние уже называется оксидантным стрессом. И вот оксидантный стресс – это более широкое понятие. Потому что он бывает не только при эмоциональном стрессе, он бывает и при воздействии факторов экологических неблагополучий, токсических факторов. Но важно это понимать, что при эмоциональном стрессе есть оксидантный стресс. И вот это понимание, собственно, должно заставлять не думать, что при любом эмоциональном стрессе есть и токсический компонент. И поэтому любая тревожность, это нахождение в ситуации эпоксии родит одно и то же – определенные изменения внутреннего состояния. Вследствие этого возникает повреждение ДНК. Когда повреждается ДНК, организм должен бороться. Он должен сделать так, чтобы остаться все-таки генетически однородным. Поэтому запускаются системы апоптоза и возникает, так сказать, программируемая гибель клетки. В данном случае мы говорим об апоптозе нервных клеток. То есть в данном случае центральная нервная система, которая находится, наверное, наиболее под влиянием различных внешних факторов, в том числе эмоционального стресса, в ситуации оксидантного стресса страдает точно так же. И вот нервный апоптоз, собственно, приводит к определенному снижению когнитивных функций. Ну, допустим, как на примере мигрени. То есть если эти приступы часто, они приводят, в конце концов, к когнитивной дисфункции. И мы это видим. Нарушаются и другие составляющие. Я не буду останавливать внимание. А теперь уже ближе к когнитивной, вернее, к нашей компьютерной интернет-зависимости. То есть, в данном случае я хотел показать о том, что стресс, он это универсальная вещь. И компьютерная интернет-зависимость это способ ухода от стресса. Вопрос, часто это бывает или нет. Вот мне хочу обратить ваше внимание, что данные разных авторов, ну, рядом страны находятся. Германия, 1,5-3,5% говорят в компьютерной интернет-зависимости. Франция, 42%. Две страны, которые находятся рядом. Наверное, все-таки методология разная. И, наверное, разные вкладывают понятия в компьютерную интернет-зависимость. Возможно, изучают более строго. В некоторых случаях говорят о тяжелых формах, в некоторых случаях о легких формах. Тем не менее, это так. Но, опять же, я не буду останавливать. Единственное, на этом слайде хочу обратить ваше внимание, что более 30% подростков, и вы это знаете, регулярно пользуются мобильными средствами для доступа к интернету. Итак, стресс, собственно, это одна из основных полагающих причин, почему ребенок, собственно, превращает компьютер и средства не просто пользования, а в средства зависимости. Эти стадии, которые он проходит. И что очень важно. Все-таки в наше время представить себе человека современным, которым не пользуется компьютером, это невозможно. Наверное, это то средство, которое позволяет сейчас не просто быстро получить информацию, но и работать, получать, скажем так, не просто знания, но и умения, есть возможность телекоммуникации. И, тем не менее, доказано, что люди, которые просто играют в компьютерные игры, они тоже приобретают ряд способностей, которые не имеют, так сказать, среднего обывателя. То есть у них лучше пространственная ориентация, у них приобретается часто лучше способность к вниманию. И, кроме того, они часто более коммуникабельны, чем подростки, которые не относятся к геймерам. Кроме того, сейчас развиваются технологии, которые для лечения, ряд заболеваний при помощи компьютерных игр. То есть, в данном случае, если разработали программу для лечения детей с бронхиальной астмой, с онкологическими расстройствами, для диагностики различных расстройств и тех же самых побегий. Но для нас важно то, что мы должны понимать, что злоупотребление приводит к ряду заболеваний, в том числе соматических заболеваний. Та же самая головная боль, мигрень, она четко завязана, может быть, триггерным фактором выступает компьютерная игра. А 40% детей в городе Тимбе имеют очень схожую мигреньоподобную боль. То есть, им не выставлен диагноз мигрень. Но если, так сказать, провести изучение по современным картерям, то практически им можно ставить такой диагноз. И еще хочу обратить внимание ваше на этот слайд. Это 2011 год. Было проведено достаточно серьезное исследование в Китае. Они изучали длительность интернет-зависимости и при этом методом МРТ изучали массу мозгового вещества, серого, белого. И была заведена такая четкая зависимость. Чем длительный подросток находится в интернет-зависимости, чем дольше он пользуется интернетом, именно как зависимый, тем уменьшается масса серого вещества головного мозга. Собственно, это подтверждение того, что апоптоз нервных клеток и интенсивное, собственно, как стресс, так и регулярное нахождение в ситуации гипоксии приводит к этим расстройствам. Ну и мы тоже исследовали около 200 детей школьного возраста, и нам было отмечено, что мальчики около 20% более 5 часов в суток играют в компьютерные игры. В отношении, ну, преобладают, конечно, игровые игры стрелялки, то есть шутеры. А девочки около 20-25% регулярно более 5 часов в сутки находятся в социальных сетях, а 30% делают это практически круглосуточно, то есть мобильные телефоны или мобильные девайсы не отключаются ночью, они могут просматривать социальные сети. Значит, это становится одной из причин в плане конфликта. Около 25% подростков отмечают, что главной причиной конфликта является, собственно, в семье, это игры или пребывание в социальных сетях. Это то, что говорила Елена Александровна, единственное, что у нее контингент был взрослый, у нас дети. Да, это коррелирует тесно с алекситимичностью, с ситуационной и личностной тревожностью. Ну, это тоже тревожность. И, опять же, то, что подчеркивали многие сегодня докладчики, это зависит, естественно, от воспитания в семье. В частности, когда формируются условия для компьютерной интернет-зависимости, нам достоверно, мы будем только один показатель, так сказать, признание, принятия витарминга, то есть когда родители создают нестабильную эмоциональную ситуацию по отношению к ребенку в семье. Все остальные критерии по семейным отношениям мы не нашли достоверных отличий от детей в пресс-компьютерной интернет-зависимости. Ну, это то, что мы находили, главное, больше практически у 40% мигрени. Часто среди этих детей выявляется нарушение сна. 30% детей только отмечают относительно неплохой сон, а нарушение сна тесно коррелирует уже со снижением качества жизни. Чем чаще на протяжении недели нарушит сон у ребенка, тем больше снижается качество жизни у этих детей. Ну, это то, что давление повышено, что это тесно коррелирует с избыточной массой тела. Это я, наверное, сам его докладываю, поэтому я не останавливаю. И, собственно, все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...